Мы, люди, которые преодолели свой страх и сомнения, должны показать правду и открыть глаза. Такой диалог между зрителем и режиссером, автором, поэтом самый честный и действенный, так как вся информация исходит из первых уст, от тех, кто снимает на линии фронта, выступает перед бойцами и ранеными, пишет о Донбассе и солдатах, находясь на передовой. Это цитата Олеси Шигиной, которая организовала фестиваль, и у которой старший сын с самого начала спецоперации на передовой. Глаза наших ребят на фронте, они особенные, потому что там все, когда мы находимся, мы понимаем, что мы точно предстоим перед самими собой, перед Богом, перед своей страной, перед своим пониманием чести, достоинства. И вот там эти слова совсем не пустой звук и не некая причастность к пропаганде, а истина. Режиссеры, которых мы представляем в программе нашего фестиваля, это люди, которые поехали снимать на линию фронта без денег, без поручения государства. Зачастую сами просто взяли камеру и поехали. Считаю это тоже подвигом. Некоторые режиссеры, такие как Макс Фадеев, Валерий Тимошенко, снимают там с 2014 года, и теперь есть возможность увидеть эти фильмы, понять, что происходило все эти 9 лет. В рамках фестиваля зрителям представят документальные фильмы российских режиссеров о событиях на Донбассе, происходивших там последние 9 лет, а также о героях специальной военной операции. Показы сопровождают творческими встречами с режиссерами, авторами фильмов, лидерами общественного мнения, поэтами, музыкантами, участниками СВО и их родственниками. Вот уже 16 раз я был на территории проведения боевых действий. В Мариуполе мы играли концерт 10 апреля прошлого года, когда еще город не был освобожден, когда шли тяжелые бои, недалеко от нас, за центр города, за Азовсталь, всем известную, за завод Ильича. Потом была Попасная в июне. Естественно, все подразделения были вокруг Донецка, Кременная, Сватова, Северодонецк, Лисичанск и так далее. Война – это дело всех, а не только вдов и сирот. И вот это вот на самом деле самое важное. Ну и что еще хотелось бы сказать. Во время Великой Отечественной войны более 30 тысяч артистов дали больше полутора миллионов концертов на фронте. И не было ни одного соединения, подразделения Красной Армии, в который не был бы дан этот концерт. И туда приезжали и музыканты, и актеры. И я всегда, собственно, балерин Большого театра, которые приезжали в своих пуантах, на земле танцевали, на блиндажах и так далее. Первый этап фестиваля кино на службе Отечеству прошел 20-25 февраля в Москве. В Рязанской области фестиваль пройдет на разных площадках, в том числе в училище ВДВ, Центре активной молодежи и детей «Лучезарный», Дворце молодежи и библиотеках имени Горького и имени Есенина.